Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи Татьяна Равинская «Практика торговли», где речь пойдет об алготрейдинге, потому что Татьяна алготрейдер. Татьяна, добрый день! Здравствуйте! Я сразу напомню зрителям, что алготрейдинг пишется через букву «Г». Алготрейдинг, который через «К» – это другие люди вообще. Алгоритмическая торговля, то есть торговля роботом по логике, заложенной, естественно, трейдерам и программистами. Вам слово, Татьяна. Ждем с интересом ваше выступление. Здравствуйте, добрый день! Сегодня я бы хотела рассказать о некоторых базовых вещах, с которыми я работаю. Тот, кто торгует роботами, наверняка с этим знаком. Тот, кто пока что еще интересуется этим и не торгует, я покажу основные вещи. Я предпочитаю делать входы, все входы. По крайней мере, если вход делается руками, то выход и установка стопа делается автоматически. Я объясню, почему. Потому что, если волатильность на рынке достаточно высокая, либо стейки не очень большие, то можно не успеть либо поставить стоп-лосс, либо просто не успеть взять стейк-профит, и сделка из положительной превратится в отрицательной. Есть роботы, которые работают полностью автоматизированно, без участия человека. Пример такого робота, который сейчас тестируется, я тоже покажу. Но сначала я бы хотела начать, наверное, с самого элементарного робота, который помощника, который просто помогает зайти на рынок. На экране вы можете посмотреть. Сейчас мы найдем экран. Да, видим хорошо экран. Одну секунду. Панель управления. Вот, например, вот такой вот робот, неважно, как он называется, это просто программист его написал, так, ATM Helper. Меня просто не устраивала встроенная функция в NinjaTrader ATM, потому что она не позволяла двигать стейки, не позволяла двигать стоп-лосс, просто прописали специально в такой фонде. То есть, например, если я, это симулятор, если я захожу на рынок, почему-то он не заработал, одну секунду, а, галочка не стояла. Еще чего-то и говорит вам, спорит с вами. Да, да, NinjaTrader, она такая программа, она очень любит говорить. Вот, например, CellMarket. CellMarket. И одновременно выставляется стоп-лосс и выставляется лимитный ордер. В чем-то это... Так, сейчас, секундочку, Татьяна, мы вас потеряли, на секундочку. Подождите, давайте восстановим связь. Вот, сейчас, сейчас, секундочку, коллеги. Сейчас Татьяна будет с нами. Я в это верю. Так. Так, ага. Меня слышно? Да, вот сейчас слышно, но мы вас потеряли, экран потеряли. Ага. А вы, коллеги, готовьте ваши вопросы, Татьяне. Можно уже в чате писать, я потом их по ходу озвучу. Так, продолжаем, ага. Экран видите? Да, видно хорошо. Ну, вот, например, если мы хотим, мы можем взять побыстрее take, передвинуть его. Таким вот образом я работаю. Я стараюсь максимально избежать технических сбоев. То есть, чтобы вы пробуйте, было запрограммировано. Если отвечать... А у меня сразу вопрос. Вот вы выставляете take profit 100% в процентах, в пунктах. Как вы фиксируете? А у меня все выставляется в пунктах. То есть, сейчас я просто показала пример программы, но я беру take от 5 до 10 пунктов. Иногда я беру 15. То есть, если видно, что... Это я говорю про некую примену, в которой я в основном руками работаю. То есть, если можно взять 15, я стараюсь взять 15. А какой стоп-лосс тогда в этом случае? 3? 10. То есть, у вас соотношения риск-профит достаточно высокие? Да. Но, по крайней мере, когда практика показала, что если мы снижаем take, то вероятность его взять, она всегда гораздо выше. По определенным стратегиям, то есть, если вы тестируете робота, положим, поставьте ему take profit 3 пункта или 1 стоп, то вероятность того, что вы возьмете, будет 95-97%. Другое дело, что неудобно абсолютно работать, потому что если взять 1 стоп-лосс, то хочется отрабатывать за 10 входов. Это очень тяжело. Но вот я пока работаю и так. То есть, оптимальный для меня стоп-лосс 10 пунктов, take от 5 до 15. Это если руками. Робот, конечно, работает либо 5, либо 10. Хорошо, Татьяна, с хелпером нам понятно. Давайте перейдем к алготрейдингу. Как работает ваш робот? Рассказывайте нам все секреты. Значит, робот, в первую очередь, для того, чтобы создать робот, я хотела поговорить о маркет-реплайе. Это данные, которые, возможно, вскочили за достаточно большую историю, для того, чтобы проверить какую-то первоначальную язык. Во-первых, можно всегда пролистать, например, в предыдущий день и попробовать его проторговать вручную. Причем можно увеличить скорость и проторговать вручную в несколько дней. То есть, например, свеча, которая, если скорость 4, то свеча, которая формируется 1 минуту, будет формируется в 4 раза быстрее. И, во-вторых, маркет-реплай необходим для тестирования уже прописанной стратегии. Здесь нужно, конечно, оговориться, что качество данных на маркет-реплай, не нужно думать, что они полностью будут, результаты будут полностью совпадать, если бы у вас этот робот стоял на реале. Потому что стакан не всегда хорошо работает. То есть, может быть, такое, как на обычной демо-версии. Вам дают сделку, сделайте на демо, но не дают этот орден на реале. Также бывает в Миндзе очень много дырок в данных. То есть, можно прогнать робота, посмотреть, что он сначала шел хорошо, потом слил почему-то тысячу долларов. И надо понять, что этот слил тысячу долларов был не из того, что там было что-то не так на рынке, а просто была дырка в данных. Об этом всегда можно писать в Миндзе. И они, кстати, откликаются и не принимаются с учета этих ошибок. Есть, кто покупает данные. Я знаю, что есть хорошие данные, которые можно купить, и склеенные констракты. Но я пока работаю только на марке Триплай с тем, что есть. Потом любой робот переставляет на демо-реал. Он максимально приближен к реалу. И уже на демо-реале достаточно, на протяжении дмительного времени, месяца-двух, робот должен пройти для того, чтобы посмотреть. Потому что были ситуации, что на марке Триплай получаешь хорошие результаты. На демо-реале сразу же видно, что он начинает делать что-то не так. Вот, например. Татьяна, сразу спрашиваю, что такое демо-реал? Это демо, но с реальными футболками? Демо-реал, если у вас есть реальный счет, например, на Ниндзе, то вам для него дают также демо. Эта демо максимально приближена к реальным условиям. То есть, скорее всего, что если вам дали зайти в сделку на демо-реале, то на реале вам тоже дадут. Я проверяла, ставила просто обычную бесплатную версию Ниндзе и ставила демо-реал и видела, что не всегда совпадают результаты. То есть, если как-то, например, выставляете ордер на демо, не дают зайти, дают выйти, а на демо-реале это вообще не происходит. То есть, это такой тестовый конкур для бэктестинга, у кого есть реальный счет? Да. Не бэктестинга, а работа именно в реальном времени. Ну, потестировать какую-то стратегию на прошлых данных можно на нем или нет? Или это чисто для трейдинга? А, это демо-реал, это просто демо-версия, которая работает в реальном режиме времени. Для бэктестинга есть бэктестинг и есть маркет-реплайк. Так, Татьяна, мы вас потеряли. На секундочку опять. Сейчас мы к вам вернемся. Идет переподключение, я уже вижу. Напоминаю, коллеги, что с нами Татьяна Равинская, алго-трейдер из Израиля. Так. Сейчас, коллеги, секундочку. Идет подключение. Уже идет подключение. Подходит к нам уже подключение. Татьяна, слышим вас? Да, я вас тоже слышу. Меня видно? Нет, пока еще идет подключение камеры. Вот сейчас видим. Видно. Экран. Ну нет, экран выбило тоже. Так. Что-то в конференции изменилось. Он мне не дает десктоп-шеринг. Сейчас, подождите секундочку. Это я проверю. Сейчас, может быть, у нас вас... Да. Все, сейчас мы меняем. Все. Появилось у вас десктоп-шеринг. Ну, двигаемся дальше. Ждем ваших, так сказать, вашей идеи по алго-трейдингу. Ага, так. С демо-реалом понятно. Хорошо, спасибо. Естественно, к идеям, наверное, в следующий раз. Как это работает? Так. Вы видите, да, экран? Видим хорошо. Вот это вот, хорошо. То есть идет тест каких-либо стратегий. Вот посмотрим, например, нет. Посмотрим с 15-го, предположим, до сегодняшнего дня. То, что она дает. Смотрим summary. Смотрим то, что сделала нет. Какой она дала результат. Сколько сделала, например, трейдов. Видно, что здесь комиссия выше, чем сам. Сама результативность. То есть не всегда получаются хорошие результаты по какому-то инструменту. Процент профитных делок. Максимальный дроудан, который я забыл за этот период. И средняя величина тейка профита. То есть здесь можно также смотреть проскальзывание. Насколько, потому что робот иногда проскальзывает. Часто проскальзывает либо стоп, либо тейк профит. Например, но здесь можно, я смотрю, по периодам. То есть, если, например, мы не посмотрим до конца второго контракта. То до конца второго контракта. Немного тороплюсь. Секундочку. До второго позиции. Я все в порядке. То... Я прошу прощения. Потом делать не то. Я просто хотела... 15-го по... До января. То есть... То... До января. То результат был немного... Так. По нефти все равно был не очень хороший. То есть здесь можно посмотреть, например, что... Вот так, по-моему. Такое я хотела показать. Так. С нефти результатом все равно показывает немножко другое. Хорошо. Давайте посмотрим евро. То есть, например, вот если по евро... То результат за этот период гораздо выше. То есть здесь можно понять, что... Предположим, за 100 сделок фактически 2 тысячи. То есть... И надо роботом... Татьяна, одну секундочку. Я хочу всем сказать, коллеги. У кого нет звука, обновите, пожалуйста, ваш браузер. F5 нажмите, пожалуйста. Перезагрузите страницу. Просто, может быть, сбилось аудиовещание. Ага, Татьяна, сори, продолжаем. То есть иногда по какому-то... Что позволяет сделать так же демориал? Выбрать какой-то более оптимальный ценой торговли. Иногда, если вы, например, сначала робот был запущен вообще на нефть. То есть понятно, что нужно либо подкручивать параметры, либо что-то изменять. То есть здесь, когда робот проходит и делает значительное количество сделок, то вы уже изменяете параметры. Понятно, что где, что и когда нужно. То есть распечатка сделок, распечатка сделок обязательно по времени, какое время торговать, азиатскую сессию. Или, например, я часто попускаю где-то 15-30, 16-30 я стараюсь в это время. То есть у вас по московскому времени, это 16-30, 17-30 открытия Америки я стараюсь пропускать. Это основные принципы статистики. Ну, естественно, что вся статистика загружается в пиксельские файлы, с которыми... Татьяна, почему вы стараетесь пропускать американское открытие? Слишком резкие колебания? Слишком... Да, высокая волатильность, причем позитивные, положительные сделки выбиваются часто по стопу. То есть выбили по стопу и пошли в мою сторону. Если время достаточно спокойное, то я могу зайти. Если я вижу, что где-то около 4-х часов в открытии Америки начинается очень сильное движение, я просто стараюсь его пропускать. Понял вас, хорошо. Данные выгружаются в экселевский файл, с которыми достаточно легко работать, с которыми легко обрабатывать. Это основное по анализу роботов. Также есть программы оптимизации параметров, они более сложные. То есть, например, для определенной стратегии подбираются стоп-лосс и стейк-профит. Более оптимальное их соотношение. Это основное по основным принципам работы. И если кто-то не знает, по крайней мере, когда я начинала, я этого не знала, и мне это было очень важно, что такое Market Reply. Market Reply – это встроенная функция Ninja Trader, которая позволяет скачать данные для теста. Вот здесь вот нужно просто зарегистрироваться, отправить свои данные, они высылают ссылки, и после этого скачивается программа, которая позволяет скачать данные по определенному контракту. Что там нужно знать? Например, если по валютам мы скачиваем данные, то есть нужно знать, что контракт обновляется каждые 3 месяца, по нефти контракт обновляется каждый месяц, то есть здесь нужно просто знать, какие данные вам нужно скачивать. Вот теперь посмотрим, например, я покажу, как работает. То есть есть подключение для обычной реалии торговли, мы сделаем его дисконнект. И Market Reply Connection. Подключимся к Market Reply. Уже скачанного, сейчас мы можем включиться. Немножко запаздывает. Так, это у вас. Объем базы данных большая, массив большой, поэтому, видимо... Да, на самом деле, давно не подключалась на этом компьютере, может быть, только поэтому он зависает немного. Для тестирования есть второй компьютер отдельный, на котором я стараюсь это делать. Понятно. Массив данных очень большой, и если память компьютера не очень большая, это, конечно, проблема. Лучше тогда хотя бы данные выгружать, можно, на какой-то отдельный рейтинг. Потому что... Ага, Татьяна. Татьяна опять у нас интернет немножечко сбивает. Сейчас мы вернемся. Я поэтому не выхожу, коллеги, специально, чтобы вам, вас информировать, когда нас выбивает. Сейчас Татьяна будет с вами снова. Так, я здесь, и, кажется, Market Reply как раз подгрузился. Теперь... А вы включайте камеру и экран, потому что мы ничего не видим. Так, с экраном у меня снова проблема. Это сейчас мы поправим. Коллеги, все, кто меня слышит, пожалуйста, если не слышите Татьяну, нажмите F5 опять. Обновите ваш браузер. Так. Настрая еще, второй экран. Все. Окей. Так, видим, хорошо. Убираем любой, предположим, возьмем так же нет. И попробуем, например, согнать второй контракт, например, второй контракт с 15-го года. То есть переходим, если мы идем на второй контракт, то есть это должен быть с декабря 14-го, там где-то 29-го декабря, до января 15-го года, и положим, там до 16-го января. Ставим галочку. Так. Одну секунду. Я надеюсь, что все данные подкачаны. Последний немного бесед. Одну секунду. Сейчас, коллеги, мы дождемся. Мы упорные. Мы дождемся результата. Обязательно. Обязательно. Так. И запускаем. Мы выставили уже данные. Так. Только единственное, что мы можем переставить. Если декабрь 14-го, то до января 16-го года. Январь. Январь 17-го. И запускаем. Декабрь 14-го года. Предположим, здесь мы изменяем. Если хотите, то сюда не делаем второй контракт. Так. 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 Я очень надеюсь, что он сейчас у нас убежит, что данные, у нас были данные. Так. Я прошу прощения, тогда я немного переставлю. Например, декабрь 14-го года, по февраль, по февраль. Сейчас мы можем закрыть. Татьяна, какой результат мы ожидаем? Что мы хотим увидеть сейчас? Я просто хочу показать, как работает Market Reply, на самом деле. Хорошо. Просто. Мы заходим по стратегии, включаем кнопку Play. И данные начинают бежать. Мы можем смотреть в реальное время и результаты, как работает робот. Что он делает, как он заходит. Может быть, действительно, сейчас надо просто время не тратить. Это основные принципы, по которым строится робот. Ясно. А вот сейчас у нас что-то вышло на экране. Это то, что нам надо? 15-й. 15-й. Пока нет, да? Пока нет. Да, пока нет. Понятно. Татьяна, давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы какие есть по той теме, по той части, которую мы сейчас обсудили. А я хочу спросить у вас такой первый вопрос, пока коллеги пишут. Татьяна, сам человек, вот вы как трейдер, да? Среднестатистически, с вашей точки зрения, трейдер, если вот вы возьмете, исходя из своего опыта, сможет справиться с этим самостоятельно? Или уже надо привлекать какую-то айтишную помощь или профессионального трейдера? Нет, конечно, в программировании не справиться. Я сама роботов не пишу, то есть у меня это делает программист, и тогда я обращаюсь к разным людям. Подключение робота, настройка маркет-реклайд, и, конечно, справится любой трейдер. Нужно просто внимательно прочитать, посмотреть, но с программированием робота, конечно, это достаточно сложный процесс. Если, конечно, нет базовых хотя бы занятий программирования. Ясно. Ну, вот как раз программист Павел Давыдов спрашивает вас, это известные российские программисты из Волгограда. Татьяна, вы из семьи торгуете? Я торгую разные площадки, то есть фактически данные, которые поступают, я просто покупаю полным пакетом и все. И валюту, и нефть, и газ, нефть и газ – это одна платформа, все, просто полный пакет. Понял, то есть вы платите брокеру Дорману за пакет, а там что есть, какая площадка, это вы даже… Да, абсолютно за полный пакет. Ясненько. Хорошо, спасибо, коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Я все-таки хочу вернуться к программированию. Программирование – это какой-то специализированный язык вы выбрали, или это, так сказать, можно на любом языке писать? Главное, чтобы логика была изложена. Какие требования? Нинджа пишется на C-шарпе. То есть жесткое ограничение по C-шарпу, да? Насколько я знаю, да, возможно, язык немного адаптирован для более легкого программирования, но основа C-шарпа. Насколько я знаю, программисты, если они владеют, например, Java, то в C-шарпе разобраться для них нет проблем. Да, там, ну, есть синтаксиси, да. Ну, нет, конечно, если человек владеет одним языком, то ему изучить второй язык – это гораздо меньше времени, чем первый, без сомнения. Я сам несколько раз пытался их изучать, в частности, у меня есть там сертификат по C-шарпу и так далее. Я вам хочу сказать откровенно, это как иностранный язык. Вот если в месяц сам не пописал, не поработал, все, через месяц уже половину забыл, а через полгода вообще все забыл. Поэтому, конечно, программирование – это такая вещь, которой надо или заниматься, или, ну, так вот. Я, например, у меня мой объем знаний хватает только понять объем задачи перед программистом, сколько на эту задачу надо, неделю или месяц. Потому что грамотный программист может развести заказчика на месяц, это запросто. Ну, на самом деле, я тоже стараюсь понимать что-то в программировании, начинаю его изучать, потому что, конечно, зайти в код и хотя бы посмотреть то, что написано, это очень важно. Это без сомнения. Татьяна, вы спрашиваете, Амат, вы покупаете роботов или делаете на заказ, или, ну, я уже понимаю, что вы сами придумываете логику, даете ее программисту, и программист ее реализует, насколько я понял. Да. Но на самом деле все для внутреннего потребления, я не покупаю, не продаю, все делается исключительно для себя. Кто придумывает, где вы берете креативные идеи по роботам? Я задаю этот вопрос, потому что у нас много таких участников, например, Санчо очень любит, ну, он, собственно, на этом и зарабатывает, он тоже придумывает логику, дает программисту. Вы для меня как родная сестра Санчо. Санчо, где ваш вопрос? Заходите вы, заходите в эфир. Вот. То есть этот вид деятельности, ну, я уже говорю совершенно серьезно, достаточно развит сейчас. Вот мой вопрос, поэтому такой. Где вы берете креативные идеи, идеи роботов, идеи логики? Хороший вопрос. На самом деле идеи роботов во многом берутся из ручной торговли, то есть из паттернов, которые я когда-то видела, возможно, отсюда. Но часто так бывает, что начинаешь работать над одним паттерном, потом видишь какие-то результаты, меняешь параметры, потом подкручивается еще что-то, и в результате первоначальной идеи обрастается еще десятью, которые тоже хочется проверить, потом к этой еще какой-то идее набирается еще одна. Вот так вот. Я понял вас. Мне эта идея близка, потому что я к этому имел отношение с 2005 года вот до не так давнего времени, но я работал в банках, организовывал всю эту работу, и были специальные люди, которые как бы вот коллекционировали эти все стратегии, много читали, ездили по конференциям, вот. То есть сбор идеи трейдинговой, это такой серьезный вид деятельности, я хочу сказать. Я удивлен, что вот вы, да, самостоятельная девушка, сами эти идеи придумываете. Это такое, в банках это такая отдельная должность, достаточно высокооплачиваемая. И надо же вот... Идея для роботов, а если она не работает? Нет, ее тестируют, и ее обкатывают, насколько она работает. Иногда ее отсеивают уже на фазе обсуждения, иногда после тестинга, иногда запускают в работу и смотрят, как она работает. То есть это достаточно комплексный процесс. Вот, поэтому, просто я удивляюсь, что насколько надо быть, скажем так, комплексно развитым человеком, чтобы вот этим видом деятельности заниматься. Это человек-оркестр, здесь надо знать все, от А до Я. Я очень рад, что такие люди у нас появляются вообще в трейдинге. Спасибо за комплимент, но на самом деле, меня удивляет, что есть человек специальный, который занимается подачей идей, потому что если ты не торгуешь, не торгуешь руками, каждый день не видишь рынок, а откуда берутся идеи? Должность FX-стратегист называется она. Это такая достаточно высокооплачиваемая работа и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Москве у нас нет такого явно выделенного. У нас это называется аналитик в банках в основном. Но эти люди, которые генерируют идеи, нет, они трейдеры, они или работали трейдером, или даже продолжают работать трейдеры, но вот у них есть такая функция снабжать, как бы выдавать, генерировать идеи торговые для робота. Хорошо, дальше идем, коллеги, вопросы. Альфред Гайнуддинов. Татьяна, как часто перенастраиваете роботов? Как часто, по-вашему, меняется рынок? Вот в 12.03 Альфред задает вопросы. Роботы пока перенастраиваются достаточно часто, потому что все равно, все время идет оптимизация и улучшение, и набор параметров. Я бы уже была бы счастлива, если бы был какой-то робот, который бы проработал очень долгое время с какими-то параметрами. Да, пока что идет перестройка, подкрутка регулярно. Понятно, спасибо. Следующий вопрос. 12.04 Павел Давыдов. Почему выбрали Ниндзю? Есть платформы, более удобные варианты для трейдеров, которые не умеют программировать и хотят автоматизировать свою торговлю. Допустим, Wealth Lab, пишет Павел. С Wealth Lab я немного знакома и пытались его смотреть, что проблема с Wealth Lab, на самом деле, он сложнее. То есть Ninja Trader гораздо более продвинутая, на мой взгляд, программа для тестирования и для обработки данных. Я точно не помню, но, по-моему, там даже нельзя просмотреть график в реальном времени. То есть, например, если идет тест, я могу с определенной скоростью его включить и смотреть, как робот работает. Насколько я знаю, в Wealth Lab это сделать невозможно. Есть достаточно много недостатков и вещей, которых не хватает еще в нашей плане. Я понял вас, спасибо. Гость Чайханы номер один спрашивает, какое количество параметров в среднем используется в стратегиях? На самом деле, чем меньше, тем лучше, потому что оптимизировать меньше. Take Profit, Stop Loss в основном, наверное, в этих стратегиях. И еще параметр размер свечи. То есть, вот фактически три параметра. Stop, take и размер свечи, да? И да, и размер свечи. Понятно, спасибо. Следующий вопрос. Татьяна, а вы видите вопросы в чате справа, да? Сейчас я на них обращу внимание. Вот я их оттуда зачитываю. Я буду зачитывать, просто вы тоже можете их просматривать, чтобы, ну, мало ли, вспомнить вопрос. 12.06, Алексей Сурков. А я зачитываю вслух, чтобы зрители на сайте, у кого нет чата, чтобы они тоже понимали, какую тему мы обсуждаем. Алексей Сурков, кстати говоря, тоже программирует стратегии, торгует по ним. Очень близкий вид деятельности к вашему. Спрашивает, а вам ближе по тренду или против? Ну, или контртренд? Если я торгую вручную, то ближе контртренд. Я торгую от двое, от двое. Контртренд плюс стакан. Робот берет, тут даже сложно сказать, этот тренд. Робот, скорее, я бы сказала, что он работает по тренду. Он учитывает определенный паттерн, он учитывает стакан и заходит. То есть, это уже скорее контртренд. Слушайте, я сижу, изумляюсь. Вот в жизни много удивительных вещей. Сегодня день изумления. Татьяна Равинская, крупкая девушка, торгует контртренд. Слушайте. А что у этого особенного? Это же страшно. А вдруг вас вынесет? А по тренду не выносит? По тренду реже. Вы же идете по тренду, а на развороте. Определить тренд легче, чем контртренд, начальную точку разворота. Есть масса трендовых индикаторов, которые помогают в жизни. Понятно, что удержаться в тренде пипс 5 или 10 – это тоже большая разница. Но поймать разворот – это самое трудное, мне кажется, вообще в трейдинге как таковом. Поймать точку разворота. Ну, во-первых, разворот от уровня. Пусть коррекция, согласен. Но понять, когда она начнется, это, мне кажется, самое трудное. Для вас это не самое трудное. А, есть же стакан. Есть уровень, есть стакан и есть паттерн. Я не ставлю. Есть, например, стратегии, которые, например, выбирают сильные уровни. Кстати, такие стратегии тоже и работают. И прямо на уровне, без паттерна, ставятся лимитные ордера. То есть, если вы увидите сопротивление, ставится лимитный ордер и просто оттуда берется отбой. Я знаю, что они работают, люди так зарабатывают. Но для меня это несколькие опасности. То есть, я боюсь просто выставить сильный ордер, если рынок идет против меня. Я жду паттерн, смотрю в стакан и потом только захожу. Понятно. В любом случае. Поняли вас. Вы не закончили фразу «в любом случае что?» В любом случае, я думаю, что выбивает и по тренду, и против тренда. Это как бы процент один и тот же, на мой взгляд. Понял вас. Алексей Сырков пишет «против тренда». А вы мне тут все учите по тренду торговать. Учитесь, пишет он. Это у нас сегодняшняя тема, она является продолжением большой темы уже на протяжении многих месяцев. И пишет, что просто вы не умеете готовить контртренды. Это нам он пишет. Павел Давыдов вопрос вам задает. Вы где-то опубликовали свои стратегии? Как давно вы торгуете роботами и вручную? Вручную я торгую около трех лет. Даже чуть меньше. Роботами я занимаюсь в последний год. Чуть-чуть больше года. На рынке я давно. То есть я достаточно долго в этой теме. Но именно непосредственно торгую. Нет, я пока что еще не публиковала. Ясно. А что значит публиковала, я не пойму? Это где-то выложить просто описание стратегии? Насколько я знаю, есть, например, много английских сайтов на английском языке, где трейдеры показывают стратегии, показывают, как работает робот, показывают графики по роботу. И делятся основными мыслями. Да, таких сайтов, на самом деле, очень много. Я их люблю читать. Я понял вас. Нет, мы делаем то же самое. Просто у нас, мне кажется, даже проще и интереснее показать визуально, как это работает, крутится и срабатывает take profit. Какой у вас сигнал настроен на take profit? А, в смысле? Есть у вас сигнал take profit звуковой? Та-та! Или дзенюшка, дзинь-дзинь. Да, вот он такой вот звук произносит. Ниндзя трейдера, она обязательно говорит, если выставляет торги. Нет, нет, а когда срабатывает take profit, есть сигнал у вас на срабатывание? Take profit и стоп-лосс без эмоций, а один и тот же сигнал. Я понял вас. Надо подумать, Татьяна. Я считаю, это очень важно. Надо денежку поставить на него. Дзинь! Креативная идея. Я часто стараюсь просто отключать звук, чтобы его не слышать. То есть уже по факту смотрите. Ясно. Хорошо, Татьяна, спасибо вам огромное. Очень интересно. Значит, у нас план на следующей передаче какой? Мы уже посмотрим какую-то стратегию, да? Или другая тема какая-то? Я думаю, да. Мы можем посмотреть какую-то стратегию. На самом деле, очень много стратегий недоработанных, которые так и остались в какой-то первоначальной идее. Может быть, я подумаю об этом, расскажу что-то об этом. Да, хорошо. Мы с удовольствием на это на все посмотрим. Вместе с вами поторгуем. Тем более, что я вижу, что алготрейдинг все-таки процентов, ну не знаю, мне кажется, 5 только трейдеров уже, так сказать, осваивают какие-то элементы алготрейдинга. И мне кажется, нашим участникам будет очень интересно сделать вот эти первые шаги вместе с вами. Спасибо огромное, Татьяна. Удачи вам на рынке сегодня. Спасибо. Хорошей недели. Спасибо. До свидания.